Давайте рассаживаться, успокаиваемся, перерыв закончен и мы переходим к следующей ступени пилотируемой космонавтики, далекой, на которой многие надеются. Я в том числе хотел бы, чтобы такие полеты стали реальностью. Может быть многие слышали про проект Mars One, о том, что подай заявку полететь на Марс. Это, кстати, у них картинка взята. Красивый проект, забавная идея, мне нравится заработать на рекламе на все это дело, но по крайней мере у них не получится. Если про Mars One, на этом мы больше сегодня их не будем упоминать, но Mars One никуда не полетит. Те ребята, которые сдавали заявки, которых даже отобрали, они тоже никуда не полетят. Но кто-нибудь когда-нибудь все-таки полетит и о том, как он это сделает и как ему стоило бы этим заниматься, как бы стоило это делать и, в общем, что там делать, мы сейчас и поговорим. Итак, планы полета на Mars строят уже, наверное, с тех самых пор, когда только научились запускать космические аппараты. Еще когда полетел спутник, Королев уже думал о том, как бы запустить людей на Марс. Королев был очень большим энтузиастом Марса и даже лунную программу, которую выполнял Советский Союз в 60-е, Королев точно так же предполагал, что это станет лишь ступенью до Марса. Но тогда не получилось и в дальнейшем в 70-х годах, в 60-х, в 70-х, в 80-х, в 90-х, что в Советском Союзе, потом в России, что в США, в НАСА, каждые 10 лет писали новый план полета на Марс. И все они оказывались какие-то дикие, громоздкие, нужно было построить какую-то гигантскую конструкцию на околоземной орбите, чтобы все это полетело на Марс. И все приходили к тому, что там, что здесь, приходили к тому, что это слишком дорого, сложно и когда-нибудь потом, лет через 10. И вот все это продолжалось, продолжает и продолжается до сегодняшнего дня. Но все-таки какие-то идеи возникли и, в принципе, они в перспективе могут облегчить это достижение. Вот здесь два проекта. А, да, я сказал про Марс Ван, что мы упомянем. Ну да, вот на этом мы и остановимся. Вот лучше поговорить про программу Марс Дайрект. Она появилась в 90-е годы. Ее разработал инженер Лохит Мартин Роберт Зубрин. Как раз он был в одной из команд, которые в 90-е считали, как бы НАСА могло запустить людей на Марс. И они насчитали, что нужно для этого 300 миллиардов долларов, гигантская конструкция там с ядерным реактором на борту. В общем, все это дорого и сложно показалось. И он разработал свою программу без всех этих изысков, без ядерных двигателей, а по старинке ракеты, химическое топливо. Но у него получилось 30 миллиардов долларов. Серьезное продвижение. Как он этого достиг? Проблема, вот техническая проблема достижения Марса в том, что с него нужно как-то улететь. Мы говорим про то, что человек сел на Марс, а потом улетел. А чтобы улететь с Марса, нужна ракета примерно в половину или в треть от той, которая нужна, чтобы улететь с Земли. То есть это достаточно большая ракета, там 100 тонн с топливом должна быть. А для того, чтобы улететь на ней с Марса, ее еще нужно посадить на Марс. И все эти несколько десятков тонн нужно каким-то образом нежно и мягко поставить, чтобы там ничего не стряхнулось, не оторвалось, чтобы на всем этом можно было улететь. На сегодняшний момент самое тяжелое изделие человеческих рук, которое мягко касалось Марса, марсоход Curiosity массой 900 килограмм. Даже тонну не дотянули, а это нужно несколько десятков тонн. И это сложнейшая задача. Что придумал Зубрин? Зубрин придумал сажать ее пустой, то есть незаправленной. Пустая ракета — это просто большой, большой или там несколько больших баков пустых, которые весят гораздо легче, гораздо меньше. И уже эту гораздо меньшую массу требуется мягко посадить на Марс. Что там сделать с пустой ракетой? Заправлять топливом, произведенным на месте из тех компонентов, которые есть на Марсе. Из таких компонентов можно произвести метан и жидкий кислород. Это топливная пара, которая позволяет, действительно ее можно произвести на Марсе. Там есть вода, есть углерод. Все это есть определенные химические реакции, позволяющие. Энергия для этого только нужна. То есть в проекте Зубрина все-таки ядерный реактор присутствовал. Но не для того, чтобы использовать его во время перелета, а для того, чтобы использовать на поверхности для добычи электричества и преобразования с помощью этого электричества топливо и заправку этой ракеты. То есть в его идее это должен быть тоже многократный пуск. Не надо строить одну гигантскую ракету, чтобы улететь от Земли, а потом в ее малой части вернуться обратно. Сначала в его плане запускалась пустая ракета, которая садилась на Марс, заправлялась. И только потом к ней можно было запускать людей, будучи полностью уверенным, что они на ней смогут обратно вернуться. Идея посложнее, подольше, но при этом значительно упрощавшая решение задачи достижения человека Марса. Зубрин был близок к тому, чтобы согласовали его проект. Он прочитал эмоциональную речь в Конгрессе. НАСА подписало проект Constellation, в которую входил проект достижения Марса. Но потом пришел Барак Обама, сказал, что Марс это дорого, Constellation закрыли. И все, от Constellation осталось только корабль Orion и ракета СЛС, о которой мы сегодня уже говорили. На Марс. От Марса все-таки отказались. Но идею Зубрина не забылось. И сейчас, ну да ладно, скажем про Mars One. Чем эти ребята подкупили внимание? Они как раз сказали, что мы сделаем все дешевле, потому что нам не нужно лететь обратно. Мы набираем самоубийц, добровольцев, которые полетят в один конец и будут счастливо жить под объективами телекамер. А мы здесь будем смотреть на них, наслаждаться марсианскими видами и процессом выживания. В перерывах нам будут показывать рекламу. И эта реклама позволит окупить всю эту экспедицию. То есть они предложили ТВ-шоу «Дом 3 на Марсе». И надеялись, но они как исходили из каких вполне объективных и, ну в общем, понятных, исходных данных. Почти миллиард человек смотрел полет базы Олдрина и Нила Арнстронга на Луну. Тогда это была там почти треть или четверть всей Земли. Сейчас система телекоммуникации еще шире и точно так же миллиарды долларов зарабатываются на Олимпиаде. То есть на то, что все сидят и смотрят по телевизору. И они сказали, если мы полетим на Марс, нас точно так же будет смотреть весь мир. И мы просто за время полета отобьем все расходы на весь этот проект просто на рекламе. Идея мне в этом нравится. И что самое важное, что они сделали, вот эта достаточно простая идея, озвученная таким образом, понравилась журналистам, конечно же. И они закинули вот эту идею, любой желающий может пройти отбор, заявиться и полететь. И самое главное их влияние, по моему личному мнению, как популяризаторы космонавтики, они хорошую, то есть почти каждый человек на Земле, кто когда-нибудь слышал об этом проекте, и задумался, полетел бы я. Вот это самый главный успех, который достигла компания Mars One. Но, конечно, на Марс она не полетит. Единственное, что сейчас более-менее с ними может быть нормального произойти, это они построят базу где-нибудь в пустыне и скажут, мы снимаем новое ТВ-шоу, там, Дом-3, я думаю, что когда-нибудь полечу на Марс. И, значит, там будет несколько команд, которые будут как бы готовиться к полету на Марс, конкурировать и все остальное. То есть это можно нормально сделать реалити-шоу, и это будет нормальный бизнес, вполне земной, но на Марс они, конечно, таким образом никогда не улетят. Вот. Поэтому про это все. И, казалось бы, ну уж после Mars One, ну, наверное, никто больше не захочет предлагать какие-то мечты или идеи с полетом на Марс. Но тут пришел новый инженер и предприниматель Илон Маск и сказал, полетели на Марс. Ну, это Photoshop, да, это из его прошлогодней презентации. Картинка взята из его фотографий, с чего начиналась компания SpaceX, когда он там и группы инженеров собрались вместе в новом только что снятом офисе, абсолютно пустом. Ну, повеселились немного, потом занялись делом, и вот сейчас выкатывают идеи о полете на Марс. Ну, чего-то они достигли, там, выполняют госконтракты, возят грузы пока на МКС, собираются людей везти на МКС, обещают там свозить туристов до Луны, ракету для этого делают, но пока не сделают. Как раз Falcon Heavy, о которой я говорил, которая через несколько недель или месяцев должна полететь, это очередной из этапов развития компании SpaceX и очередной шаг, по крайней мере, озвучиваемый этой компанией к Марсу. Но на Марс они полетят не на Falcon Heavy, они разработали другую ракету, которая называется BFR или Big Falcon Rocket, хотя ее иногда переводят немного по-другому, Big Rocket. Вот, ну здесь еще тоже старый слайд, но концепция та же самая. Запускается гигантская ракета, причем он взял идею Роберта Зубрина о заправке, но преобразовал ее несколько раз. То есть теперь у него, чтобы одна ракета используется для того, чтобы взлететь с Земли, ну там с Земли еще ей помогает первая ступень, которая возвращается, многоразовая, летает по Земле. Корабль вылетает, и сам корабль перелетный на этапе подъема работает как вторая ступень, которая выводит корабль на низкую околоземную орбиту, но он уже пустой, у него топлива нет. Тут прилетает второй такой же, ну который не полетит на Марс, а который является кораблем-заправщиком. Он его заправляет, и этот корабль становится перелетным, способным добраться до Марса. Он добирается до Марса, садится, поскольку он садится практически пустой, поскольку он потратил топливо, пока летел до Марса, его опять легко посадить. Здесь из компонентов топлива, как учил Роберт Зубрин, вырабатывается тот самый метанокислород, а это кислородметановая ракета, и все это дело, имея заправленную, возвращается на Землю. При этом сам Маск сказал, что те, кто воспользуется этой системой, они не надеетесь, в общем-то, вернуться на Землю, потому что вы зачем вообще тогда летали? Туда-сюда покататься или все-таки лететь и строить город на Марсе? Но технически это будет действительно многоразовая система, позволяющая снижающую стоимость, во-первых, достижения Марса, и самое главное, позволяющая наладить постоянное снабжение Марса, потому что обычно все проекты до этого предполагали некое единичное средство, которое вот мы сделаем гигантскую ракету, пока она долетит туда, пока вернется, от нее там останется маленькая капсула, в которой вернутся люди, и все, в общем-то. А там они, как по старой доброй традиции, поставят флаг, там скажут красивые слова во время спуска на Луну, только в данном случае будет Марс, вернутся обратно и улетят. То, что называется флагов тык. А это же идея постоянного снабжения марсианской колонии или базы, или города, о чем мечтает Илон Маск. И здесь, да, вот немного подробнее. Многоразовая система, то есть использует практически те технологии, которые отрабатывает сейчас. Ракета, она просто намного больше того Falcon, который есть сейчас. Несколько двигателей работают на посадку. Крылышки, которые управляют, гиперзвуковые стабилизаторы. Заправка на околоземной орбите. Тоже, в общем-то, ни разу, по-моему, не отработанная технология. То есть это тоже дело будущего, хотя первые тестовые заправки уже проводились. Вот так должна быть выглядеть эта система. По большей части это топливные баки, метановый, кислородный. Проблема с метаном и кислородом чисто техническая. Это летучие газы, кориогенные, которые требуются поддерживать низкую температуру, ниже 100 градусов, и их очень сложно хранить, потому что даже на Марсе теплее, чем требуется для поддержания в жидком состоянии кислорода или метана. Это теплоизоляция, это система охлаждения. В общем, в этой элегантной системе есть вполне серьезные проблемы, но если каким-то образом достигнуть сохранения достаточно летучих газов в стабильном состоянии, в общем-то, они будут близки к тому, чтобы реализовать. Они даже показали вот такую картинку. Это гигантский топливный бак для жидкого кислорода, композитный. Потом они его повезли на испытания, испытали где-то там в океане, и приехала обратно баржа с такой большой черной лепехой. То есть, в общем-то, теперь этого красивого бака уже нет, но какой-то опыт на этих испытаниях они получили. Еще интересную картинку они показали при посадке на Марс. Схема очень напоминала посадку Бурана или Шаттла. И кажется, ну, в общем, как-то странная идея, потому что на Марсе разреженная атмосфера намного более разреженная, чем на Земле. И кажется, что эта идея не очень продвинутая. Но на самом деле в 80-е, когда советские инженеры делали Буран, подобную же схему посадки, они просчитывали и для Марса. И получалось, что да, определенная эффективность в этом есть. Так что Маск, когда показывал свои веселые картинки, он заимствовал опыт не только у американских инженеров. Ну, может быть, конечно, он догадался до этого сам. Или другие инженеры, которые разрабатывали похожий на Буран Шаттл. Ну, если там, конечно, Буран был похож на Шаттл. Ну, все-таки, то есть опыт и у тех, и у той, и у другой стороны, у инженеров был. И вариант этой идеи такой посадки мог быть получен параллельно. Но, может быть, кто-нибудь и какие-нибудь книжки. Я это прочитал в российской уже книжке. Может быть, ее и Маск читал перед тем, как рисовать эти мультики. Но ответ на тот вопрос, который Маск не дал, что ты там вообще делать будешь? Ну, вот они прилетели. Вот на этом, ну, в прошлом году, по крайней мере, на этой картинке заканчивается мультика о полете на Марс. То есть вот они долетели, вышли и все. В этом году он уже показал продвинутый вариант о том, что там на Марсе строится город, строится база, там и заводы строятся, в общем, развивается серьезная инфраструктура, позволяющая жить. Но у меня на этот счет есть определенный скепсис, который исходит из того, что Марс, в общем-то, он совсем не тот, который мы себе хотели бы увидеть. Конечно, Марс, он остается такой мечтой, идеей. Она у нас сидит еще со времен нашего детства. Из книг, из Рая Брэдбери. А в американской культуре Марс занимал гораздо большее место, хотя бы потому, что у них половина страны на Марс похожа. С нашими лесами это не так привлекало, хотя, конечно, яблони на Марсе, эта идея у нас тоже сидит где-то у нас глубоко. Но все-таки Марс совсем не тот. Если почитать книгу, точнее даже не книгу, это небольшая статья, написанная Королевым под псевдонимом, там можно увидеть незадолго до его смерти мысль о том, что единственным, самым важным смыслом запустить человека на Марс, для Королева был контакт с марсианами. И действительно, на то время, когда работал еще Королев, люди не знали, что происходит на Марсе. Есть хороший фильм, научно-популярный, такой очень классный документальный фильм 1964 года Павла Каушанцева. Так называется Марс. Больше всего мне нравится там часть, где он излагает различные концепции различных академиков, которые с научной аргументацией, с доступными на тот момент фактов, спорят о том, какого цвета на Марсе растительность. Это абсолютно научный фильм никакой фантастики. Но, конечно, он предполагает о том, что вот мы полетим, но в целом он полностью опирается на те научные данные, которые были на момент 1964 года. И тогда действительно Марс был другой, и ждали от него другое. Поэтому я, прежде чем говорить о том, что есть на Марсе, что мы будем делать на Марсе, я предлагаю посмотреть на то, чего там нет, на что люди бы надеялись. Во-первых, да, там нет жизни. Скорее всего, вообще никакой. Возможно, она когда-нибудь была. Возможно, где-нибудь там под марсианскими ледниками есть озера, в которых каких-нибудь пару там одноклеточных марсианина еще как-то там влачат свое жалкое марсианское существование. Возможно, но, скорее всего, никого там нет. И не исключаю, я даже, скорее всего, такое не совсем радостное осознание, но, скорее всего, даже там никого и не было. А если там кого-нибудь когда-нибудь найдут, еще вопрос будет, не наш ли это. Раньше была хорошая гипотеза такая романтичная о том, что, возможно, жизнь на Земле зародилась путем перенесения с Марса. Но сейчас не исключен более вероятен вариант, что даже если она там когда-нибудь появлялась, если мы найдем ее следы, следующий вопрос будет определить, не наша ли это жизнь, не принесло ли ее каким-нибудь естественным способом без инопланетян и без Королева. Когда-нибудь там миллионы лет или миллиарды лет назад. Но пока, пока из того, что известно о Марсе, никаких свидетельств жизни там не найдено. И то, что, что бы там ни надеялось найти РЕН-ТВ и Комсомольская правда, там тоже нет. Про это регулярно пишут, регулярно какие-нибудь блогеры открывают насовские свеженькие фотографии с Марса, увеличивают их до размера, когда там, собственно, картинки уже от артефактов JPEG отличить невозможно. Пиксел видит в этом какие-то свои картины и говорит, вот смотрите, я там увидел вот то-то и то-то. Про это охотно пишут в крупных СМИ. Все это разносится в миллионных тиражах, в миллионных просмотрах. Но жизни на Марсе и цивилизации на Марсе это не добавляет. Как бы мы сильно здесь этого не хотели. И как бы мы там не напрягали наше воображение в попытках увидеть что-нибудь там. Что более сильно расстраивает уже, с такой серьезной, более серьезной точки зрения, «Турбини» — это ресурс из произведения «Вспомнить все». Мне нравится старый фильм, новый, вообще не про Марс. А вот старый со Шварценеггером классный фильм. Абсолютно не научный, конечно, но веселый. Вот там нашли на Марсе некий энергоноситель, турбини, который добывали, понастроили шахт, наладили межмарсианское сообщение. Турбини нет. На Марсе нет ничего из того, что нам бы там было нужно, и в принципе там нет ничего из того, чего нет у нас здесь, просто на Земле. Что на Луне, что на Марсе, нет никаких секретных, там очень дорогих ресурсов, которые нам были бы нужны. Там есть вода. Ну да, это сейчас следующий слайд будет, про это мы поговорим, что там есть и как это можно использовать. Но единственный способ заработать на Марсе — это возить камни, пилить их на кубики и продавать на eBay как сувениры. Сейчас Марс идет по курсу 500 долларов за грамм. Марс, реально камни с Марса есть на Земле. Когда-то на Марс падали гигантские астероиды, мелкие камни летели в разные стороны, и единицы из них долетали до Земли. Марсианские метеориты есть определенный тип, шерготиты даже есть тип, название для этого марсианского метеорита. Их можно купить. Вот недавно один американский миллионер в Фейсбуке похвалился таким здоровым куском Марса, который он купил, 5-килограммовым там, который он купил там за несколько миллионов долларов. То есть Марс уже здесь есть. Если мы говорим о том, что вот, нам надо его изучить, так можно это изучать гораздо проще, без всех этих телодвижений с заправкой. И да, наверное, не меньше полувека, наверное, даже больше людей манили марсианские каналы. Некие прямые линии, которые в телескопы достаточно низкого качества видели люди на Марсе. Ну, кстати, тот телескоп, который мы разыгрываем, в него вы тоже не увидите каналы, потому что сейчас их не видит никто. Какие бы качественные или некачественные были телескопы. Потому что это была абсолютно зрительная иллюзия. Ничего похожего там вообще в принципе нет. Сейчас вы можете взять телескоп любого качества, и вы либо увидите Марс в виде там звездочки, если вы возьмете помощнее, ну, какие-то темные пятна вы на нем сможете увидеть, белые шапки на полюсах можно увидеть. Но это, в общем-то, и тогда видели. При этом, даже когда первый космический аппарат НАСА-вский полетел на Марс, сейчас уж не помню, какой это был, 59-й год или 69-й год, он еще, его фотографии пытались подогнать под карту, вот похожую вот на эту, то есть на ней у НАСА стоял просто глобус, весь исчерченный каналами, и они по этому глобусу пытались подогнать фотографии, которые к ним прилетели с Марса. И никаких каналов там не было вообще. Не то, не тот Марс оказался, который от него ждали. Что там нашли? А, да, самое главное, чего там не нашли, и на что многие, многие поколения землян надеялись. Были они коммунисты, капиталисты, они надеялись найти что-то похожее, но даже рядом никого. Что же там нашли? На Марсе все-таки нашли воду, она действительно там есть. Многие про это слышали, многие не слышали. Ну да, на Марсе вода есть, по большей части она заморожена. Вот мы видим как раз результат, как в пыльную, по сути, ледяную равнину, засыпанную пылью, упал свеженький метеорит и выбил вот такое белое пятно. Потом это белое пятно постепенно испаряется, становится темным, заметается пылью и исчезает. И, в общем-то, это как раз одно из доказательств того, что это обычная вода, обычный лед водяной. Еще, что немного помогает в части космонавтики, в достижении Марса, это атмосфера. Она не сильно помогает, но помогает немного затормозить космический аппарат, который снижается. Если мы не тормозим атмосферой, мы вынуждены тратить топливо. Атмосфера помогает сэкономить это топливо. В общем-то, это хорошо, но ее не так много, чтобы там как-то нормально это использовать. То есть, чтобы выходить на Марс, на улицу, грубо говоря, как в фильме «Марсианин», скафандр, показан такой легкий, не сработает. На самом деле, даже раньше я говорил на лекциях, что нам нужен примерно такой же скафандр, как нужен для выхода в открытый космос, вот сейчас на космической станции. Потому что одна сотая земной атмосферы, это, в общем-то, близко уже к обычному техническому вакууму, то, что называется. И с точки зрения человека, что вы на Международной космической станции откроете форточку проветрить, что на Марсе, смерть ваша будет так же стремительна и отличаться там сотами секунды. Оказалось, я уточнил по поводу скафандра и по поводу марсианского вакуума, оказалось, что даже незначительная атмосфера, которая достаточно холодна на Марсе, приводит к тому, что скафандр будет тяжелее. Толщина теплозащиты, которая используется сейчас на МКС, 5 слоев. На Марсе нужно 18. То есть еще будет более громоздким и тяжелым скафандр для передвижения, в том числе именно из-за атмосферы, потому что к охлаждению через излучение добавляется конвективное охлаждение, то есть холодный ветер нас обдувает и охлаждает еще сильнее. Поэтому на Марсе будет сложнее именно из-за атмосферы. И недостаток атмосферы — это главная проблема, которая не позволяет нам надеяться на какое-нибудь дальнейшее улучшение условий жизни на Марсе. Нам нужно хотя бы в 30 раз увеличить ту плотность атмосферы, которая там есть сейчас. Это будет как раз 30% от земной, то, что я рассказывал про скафандр. Хотя бы 0,3 атмосферы нам нужно, чтобы начать иметь возможность выйти на Марс хотя бы в шубе все равно придется выходить, но хотя бы с кислородным баллоном по типу акваланга. Это будет уже гораздо легче, чем то, что есть сейчас. Да, вот интересная вещь. Почему полевые бури? Почему я про это упомянул? Что нам это дает? Нам это дает то, что марсианская пыль отличается от лунной пыли. Лунную пыль на самом деле многие боятся, потому что она на микроструктуре сильно отличается от того, что есть либо на Земле или на Марсе. Ну, может быть, похоже на вулканическую пыль, потому что там нет атмосферного воздействия, и если какой-нибудь пыль на Луне, которая, по сути, там вулканические породы, как битое стекло, оно имеет много заостренных частей, выступающих в разные стороны, и поскольку нет ветра, нет атмосферного воздействия, она как лежала, такая, как упала, заостренная в момент появления, так и лежит. Ждет, пока мы придем, соберем ее на свой скафандр, занесем на станцию, начнем всем этим дышать. И вот этой технологии защиты от пыли до конца, в общем-то, не разработаны. Кстати, один из факторов, я об этом не говорил, это один из факторов, который останавливает посадку, на Луну, останавливает людей развитие какой-либо серьезной и длительной деятельности на Луне, именно потому, что неизвестна степень воздействия лунной пыли на организм и на технику. На Марсе все проще. На Марсе пыль такая же легкая и гладкая, как и на Земле, и ее, в общем-то, нечего пугаться. Хотя иногда можно встретить там каких-нибудь, вот у нас на Марсе пыль есть, как на Луне, не как на Луне, потому что там она все-таки перемолота до такого близкого, как к сферической форме, и песочек там можно посмотреть на фотографии с марсоходов, сделанные с его макрокамерой, песочек там кругленький, гладенький, как, в общем-то, на земных пляжах. Что еще там есть? Вулканы. Вулканы сейчас, по сути, это большие горы, потому что они не извергаются. Но, возможно, некие остатки геологической активности, тектонической активности там еще есть. Для нас это в перспективе выгода, потому что это выход теплого газа, тепла, прежде всего, из недр Марса наружу. Пока такого не найдено, пока никаких признаков геотермальной активности на Марсе нет. Но сейчас туда прилетел российско-европейский спутник Экзомарс, который будет их искать, преимущество которого определение очень малых концентраций, как по процентному соотношению, так и по географии новых каких-нибудь газов в составе марсианской атмосферы. Он будет их определять, картографировать, и если где-то что-то из какой-нибудь скважины на Марсе сочится возле вулкана или где-нибудь вдалеке, мы это найдем. Ждать несколько лет, потому что пока еще у него этап торможения. Кстати, он тормозит об атмосферу как раз. О, самый главный покоритель Марса пришел. Не хочет. Правильно уже знает. Знает, что на Марсе очень сложная работа. Что еще есть на Марсе? Интересная вещь, которую недавно определили, но пока не подтвердили при помощи радара. Кто-нибудь слышал про озеро Восток? На Антарктиде под ледяным щитом есть пресноводное озеро, где есть жидкая вода. Что-то похожее, возможно, есть и на Марсе. На глубине 3,5 километра под южной полярной шапкой возможно есть жидкое озеро. И вот там, наверное, самая высокая вероятность, если на Марсе кто-нибудь вообще когда-нибудь был живым и одноклеточным, скорее всего, там он мог сохраниться. И там, наверное, последнее место на Марсе, где возможно найти живого марсианина. Пока это слишком далеко и глубоко, никакими роботизированными средствами туда не доберешься, человек, ну, теоретически, наверное, мог бы это сделать. По крайней мере, я думаю, в Антарктиде условия работы тамошних средств защиты не сильно отличаются от скафандров 18 слоев, в которых потребуется работать на Марсе. Ну, спутники, это интересно, и, кстати, вот здесь солнечное затмение, точнее, нет, лунное затмение, тень Марса перекрывает ФОБОС. Спутники чем полезны? Их можно уронить на Марс. Это будет прикольная попытка и тест хорошего, тесты реформирования. То есть падение на Марс крупного тела приведет к большому выбросу газа. То, как раз, о чем я и говорил, он сможет пополнить атмосферу. В 30 раз он, конечно, не увеличит, но во сколько-то увеличит, и мы, по крайней мере, сможем сравнить разницу. Это, кстати, есть один российский ученый, Александр Родин. У него тоже такая классная идея. Он говорит, что не надо лететь людям на Марс, не надо там ничего строить. Марс — это классная планета, которую не жалко, на ней можно экспериментировать, испытывать всякие планетные средства воздействия. Если что-нибудь там получится, это можно потом повторить с Землей. А пока давайте мучить его. Я, в общем, разделяю эту идею. Да, можно. Марсианские пещеры — тоже интересный объект для исследования прежде всего. Вряд ли там найдутся марсиане, вряд ли мы найдем вход в марсианские подземелья и доберемся до марсианских городов, до марсианского Зиона, где свой марсианский Морфеус. Но для исследования, хотя бы просто для того, чтобы посмотреть что-то новое, чего мы еще не увидели на Марсе, и чего никогда не увидим со спутников, марсианские пещеры могут представлять такой интерес. Чтобы марсоходы туда заслать, нужны, в общем, сложные технические устройства, человеку это было бы сделать гораздо проще. Теперь что там делать? Как я уже сказал, можно бурить. Вот это как раз буровая установка на озере Восток. Ставить биологические опыты, сейчас про это отдельно поговорим. Вот идея сбомбить. Высказан, кстати, Илоном Маском, и тут же ее расхватали все СМИ. Илон Маск предложил бомбить Марс. Ради интереса мы посчитали, сколько у нас бомб на Земле, сколько они приведут, какому выбросу газа они приведут на Марсе. На Марсе действительно есть углекислотный лед, который можно растопить, чтобы он наполнил именно углекислотную марсианскую атмосферу. Теоретически это можно было бы доставить термоядерную бомбу, средства доставки у нас есть, у некоторых стран, по крайней мере. И, в общем-то, технических пределов, причин не делать этого, в общем-то, нет. Можно было бы взять, запустить, бомбануть, но, как оказалось, даже если, к счастью, к счастью, на Земле нет столько ядерного оружия, чтобы разбомбить весь марсианский углекислотный лед, но если даже мы его разбомбим, если мы там в несколько тысяч раз увеличим объемы нашего оружия и разбомбим весь марсианский углекислотный лед, он лишь удвоит плотность марсианской атмосферы. А нам нужно в 30 раз. То есть, к счастью, у нас нет столько ядерного оружия, чтобы разогреть Марс, И, к сожалению, на Марсе нет столько запасов газа, чтобы наполнить свою атмосферу. Для чего же бомбить? Для сейсмической разведки. Подземные ядерные испытания, которые проводили в 50-е, 60-е, 70-е, они позволили узнать недра Земли гораздо лучше, чем люди знали до этого. Просто сначала нужно нашпиговать планету сейсмическими зондами, просто сейсмометрами, а потом долбануть ядерной бомбой или лучше термоядерной, чтобы сейсмическая волна прошла по всей планете. И вся внутренняя структура планеты можно было бы определить при помощи этого сейсмического зондирования. Конечно, можно дождаться падения какого-нибудь крупного астероида или уронить тот же самый Фобос, хотя на самом деле это, конечно, совсем непростая задача, потому что он только с виду маленький, а все равно там потребуется. Таких ракет у нас нет, чтобы его сдвинуть с места, но все-таки в перспективе когда-нибудь можно было бы этим заняться. Протестировать, посмотреть, что там на Марсе есть вообще. Может быть, где-нибудь случайно какой-нибудь там вулканчик проснется и посмотреть, лучше узнать недра Марса. То есть технически это можно было бы сделать. Искать полезные ископаемые тоже интересная задача. Раньше я сказал, что там нет ничего такого, что было бы полезно на Земле, ну кроме там для ученых и для коллекционеров. Но там есть смысл искать полезные ископаемые, которые будут полезны там. Вода полезная ископаемая, которая востребована на Марсе, если мы хотим там жить, если мы хотим там строить базу, если мы хотим опять-таки производить те самые топливные компоненты, чтобы вернуться домой. Но вода это один из. Есть там более интересные компоненты. Например, в большей части верхний слой Марса загрязнен хлорными соединениями. Вот та картинка в фильме, где там накопал грунт с поверхности, затащил домой, там полил водой, у тебя выросла картошка, это, конечно, это фантастика. Реально, если бы он полил водой то, что можно собрать на улице на Марсе, просто он бы задохнулся в хлорных испарениях, которые в этот же момент стали выделяться под воздействием воды. Поэтому не прокатит. Но чуть глубже в определенных местах можно, во-первых, найти грунт без хлорных соединений или с малым процентом. И еще уже марсоход Curiosity однажды нашел. Нашелся грунт, в котором превышено содержание оксида азота, это очень важный компонент для растений земных, который в 10 раз превышен, чем максимально предельно допустимая норма внесения азотистых удобрений в грунт. То есть этот слой, этого грунта, найденный марсоходом, который мы точно знаем, на Марсе уже есть, можно спокойно использовать как удобрение для будущих марсианских посевов. То есть полезные ископаемые там действительно есть, но они будут полезны только там. И если думать о будущем, что в конечном счете делать с Марсом, сможем мы туда летать или нет, наверное, сможем когда-нибудь. Но если не произойдет чего-нибудь, о чем часто нам показывают голливудские фильмы, и человеческая цивилизация точно так же будет развиваться дальше, мы перейдем к следующей задаче, которая точно так же обозначена, и в том числе компанией SpaceX, преобразование Марса к образу Земли, то есть создание второго дома, второй Земли, то, что называется терраформингом. Понятие терраформирования Марса и идеи терраформирования Марса рождены гораздо задолго до Маска, задолго до его рождения. Люди думали о том, что вот можно сделать что-нибудь. И бомбардировка была придумана до него, это просто в последний раз. Он прочитал это в Википедии, любой это может сделать, но почему-то журналисты, которые стали разносить его слова, не читали Википедию, по крайней мере, статью терраформирования, поэтому приписали ему эту идею. Про все это давно предложено. И Фобосу ронить, и астероиды из астероидного пояса таскать, точно так же ронять. Вообще такая странная надежда, что можно, разбомбив что-нибудь, можно сделать лучше. Но это, наверное, для человеческой психологии характерно, и вот все предлагают бомбить Марс. Но действительно это хороший способ добавить тепла, подарить немного тепла при помощи нескольких термоядерных ракеток, подарить газ, его можно выделить из грунта, а если кидать кометы, например, можно принести газ, они по большей части изо льда состоят, соответственно, наполнять атмосферу Марса таким способом. В общем, идей, как это сделать, можно много предложить. Пока, конечно, мы далеки от всего этого. Сейчас вот в 2015 году впервые космический зонд просто сел на комету, не то, что там оттащил ее куда-нибудь с Марса, просто сел маленький вот такой вот зондик, прикометился, прожил там несколько часов, и это уже было феноменальным достижением нашей космонавтики, науки и техники. Пока каким-то образом, ну, единственное, как мы можем повлиять на какой-нибудь астероид, это точно так же доставить к нему немного тепла при помощи ракеты и там лишь немного там отклонить его траекторию, чтобы он там не упал на нас, а пролетел где-нибудь мимо, ну, или упал на кого-нибудь еще. Это все, что мы пока можем. Но в перспективе, чтобы сделать, привести вот от этой цели вот к этой, потребуется прежде всего много-много-много энергии. Сейчас человеческая цивилизация там за всю свою историю не выработала столько энергии, чтобы хотя бы вот от этого превратить вот это. Но наша выработка и использование энергии растет постепенно, когда-нибудь наша цивилизация будет к этому готова, если раньше в этой самой энергии не задарит друг другу много тепла через континенты баллистическими ракетами, садящимися на ножках. Но если все будет хорошо развиваться, когда-нибудь все-таки придется это делать. И вот в этот момент город на Марсе нам будет мешать. Как я уже сказал, Марс придется бомбить, придется прилагать очень много-много энергии на эту планету, чтобы ей стало немного лучше. А вот те, кто будут жить в это время на Марсе, они будут не согласятся с этой идеей. Потому что, извините, ребята, мы здесь научились уже так жить, и больше нам вашего тепла не надо. Это хороший повод для новых сюжетов книг о том, что там борьба за незаловисимость, марсиан против земных терраформаторов и тому подобное. Можно много всего придумать. Но реально, если мы действительно исполним мечту Маска о создании города на Марсе, потом он нам будет только мешать, когда мы захотим, в общем-то, другие мечты Маска исполнять. Вот эта картинка взята с сайта SpaceX. Это очень, кстати, классно. Говорят, вот Маск, что он может, он классный менеджер. Вот эта картинка со страницы вакансии. И когда люди заходят на страницу вакансии у SpaceX, они видят надпись, ты хочешь вместе с нами строить дорогу на Марс? Не ты хочешь вместе с нами строить ракеты, чтобы зарабатывать бабло? А ты хочешь строить дорогу человечеству на Марс? Конечно, хочет строить и идет строить, и работает за ту зарплату, за которой его коллега из другой ракетной компании ручку со стола не поднимет. Но это хорошая мотивация, хорошая работа, хорошая работа в бизнесе, в том числе вполне земном. В конечном счете зарабатывание вполне земных бабок. Но это талант определенный нужен для этого. И действительно, говорить о Марсе мало. Нужно действительно много всего полезного делать в этом направлении. Ну, что-то из этого SpaceX делает и слова старается сдерживать. Хотя, конечно, до Марса еще далеко, и в ближайшие 10 лет люди, скорее всего, туда не попадут, как бы многие не хотели. Но рано или поздно когда-нибудь это станет реальностью. Спасибо. Раз, 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 раз. Так, ну, время для вопросов. У нас победители нашли уже? А, сейчас там… Ну, давайте, вопросы. Не вижу ваши ручки. Сейчас у нас уже есть возможность побольше пообщаться. Ну, вот еще… Извиняюсь. Еще говорили, что получается, сейчас все аппараты дезинфицируют, чтобы туда микробы не полетели. Ну, стараются. Ну, стараются. Стопроцентной дезинфекции все равно достичь не получается. А это начали делать с самого начала? Или все-таки летали даже Марс там с такими микробами еще? Да, старались. Идея планетарной защиты, так называемая, они сформированы до начала космонавтики. Или там, когда только первый спутник полетел, люди поняли, что смогут занести бактерии на другие планеты. Но вообще все это сделано как раз благодаря той самой фантастике. Как минимум в двух произведениях земные микробы стали смертельны для марсиан. Сначала это война миров, когда марсиане прилетели нас покорять. И в результате там все погибли, надышавшись нашими гриппозными вирусами. А потом наши уже у Брэдбери долетели до Марса, начихали там. По традиции 50-х годов люди на Марс летали, конечно же, без скафандров. И результатом этого стало исчезновение марсианской цивилизации. Ну, в книге, конечно же. После этого, когда ученые стали запускать первые космические аппараты, тут же, ну, наверное, они тоже читали эти книги, и опасаясь, что там к ним придут журналисты, скажут, «Да вы что, вы сейчас поубиваете всех марсиан нашими злобными бактериями». Стали дезинфицировать, действительно, все это старались. 100% дезинфекции, конечно, достичь не получается ни тогда, ни сейчас. Но определенную степень безопасности. Ну, и в конечном счете это позволяет просто, ну, просто когда-нибудь сначала ты один запустишь, который наставляет там бактерии, и потом ты прилетишь следующим, будешь искать марсиан, а найдешь, собственно, земляна. Поскольку они там микроскопические, поди один от другого, отличи. И чтобы не мешать самому себе или своим последователям, стараются действительно дезинфицировать. Но 100% не получается, поэтому, вот, например, недавно Кассини отправили, просто сожгли в атмосфере, чтобы там ничего, на ледяные спутники, где потенциально каким-то образом возможно сохранение жизни, сделали так, чтобы этого не произошло. И о Меркурии спутники разбивают, и о Луну отработавшие спутники стараются разбить так, чтобы там ничего уже окончательно не выжило. А микробы могут выживать в космосе. Первые эксперименты были, экспериментальные данные, полученные как раз в результате Луны программы, когда, если не ошибаюсь, в 65-м году или в 67-м, наверное, космический аппарат «Сервеер» сел на поверхность Луны, а через несколько лет к нему прилетел Аполлон-12, отвинтил несколько деталей и отвез обратно на Землю. И оказалось, что на этих деталях нашли стафилококи, по-моему, которые спокойно три года жили на поверхности Луны и не погибли. Они, конечно, не развивались, потому что там холодно, воды нет, хотя бы просто для среды, где можно было передвигаться. Но они все-таки, когда они попали в благоприятные условия, они продолжили этим заниматься. Сначала были сомнения, что, может быть, когда это космонавты, когда принесли их, там система герметизации этих пакетов, которые собирали эти детали, были несовершенны. Ну, может быть, там занесли. Потом Советский Союз, потом и российские ученые продолжили эксперименты на МКС. Все было просто. Этот эксперимент называется «Биориск», можно найти его результаты. Просто брали там различные живые культуры, там были всякие споры, бактерии, вплоть до семян, пшеницы и других растений, просто выносили на улицу, на мир, потом на МКС. Но единственное, что они металлическим листом прикрывали от прямого ультрафиолета солнечного. А все остальное, космическая радиация, мороз там на темной стороне, вакуум, все это спокойно воздействовало, и огромное количество земных организмов возвращалось к жизни после пребывания в открытом космосе. Причем они там месяцами. Был один эксперимент, где они вынесли на месяц, потом забыли или что-то там произошло, он пролежал там год, они его собрали, и все равно там пшеница проросла и все остальное. А потом, потом наступил, по-моему, 2013 год, космонавт Олег Артемьев вышел на улицу протереть окно, и вот то, что он соскреб с внешней стороны иллюминатора на российском модуле космической станции проанализировали на Земле и оказались, нашли там ДНК бактерий, причем бактерий, которые на МКС никто не возил. Нашли бактерий с Мадагаскара и из Берингового моря. Ни там, ни там космодромов нет, никто не знает, как они туда попали. И даже родилась идея, такая концепция, которая получила название ионосферный лифт, о том, что земные микробы могут самостоятельно, каким-то путем добираться до низкой околоземной орбиты. Пока механизмы никто не может, то есть объяснения прямого нет, но их действительно нашли. А на внешней части космической станции там не идеально стерильная поверхность, там топливо, как я уже сказал, проводится коррекция орбиты, и элементы топлива ложатся на поверхность станции, а там достаточно токсичное топливо, гидрозин. И даже в этих остатках космического топлива, под палящим ультрафиолетом солнца, там кто-то умудряется жить в космосе. Наша вполне земная жизнь. И у меня родилась идея, что, ну точнее, идея о том, что наша земная жизнь могла долететь туда, родилась не у меня. Это я читал еще несколько лет назад. У меня родилась другая идея. Земля регулярно встречается с потоком кометной пыли, которая у нас называется как метеорные дожди. Мы смотрим, вот звездочки падают. А некоторые звездочки не падают. Они могут пролететь даже через верхние слои атмосферы и полететь дальше. В это время они могут собрать земные бактерии, которые вылетят каким-то своим способом, а потом упасть где-нибудь на Марсе. То есть, может быть, таким образом, Земля загадила своей жизнью вообще всю солнечную систему, и мы не причастны к этому. Все это произошло без нас. Поэтому, если мы найдем жизнь на Марсе, на Европе, на Инцеладе или еще где-нибудь еще в Солнечной системе, первое, что нам потребуется доказать, что это она не наша, что она местная. И это будет, в общем-то, сложно сделать, пока никакую не нашли. А если найдут, то это будет интересным открытием, но опять-таки не сенсацией, не в том плане, что это действительно окажется, что там альтернативная жизнь развилась. Может быть, все это пришло из одного источника. Но это, в общем, отдельная лекция. Это я обычно под Новый год. Лекция называется «Есть ли жизнь на Марсе?». Кто помнит там советскую классику кинематографа, был там такой вопрос под Новый год. Но это действительно, это на полчаса можно растянуть. Еще вопросы? Тогда тут здесь вопрос. Сейчас, да, секундочку. Всем добрый вечер, спасибо за лекцию. Скажите, вы сказали, что там какие-то камни с Марса уже притащили на Землю. Может, кому-то в голову пришла такая мысль, разбить их на кварки и вообще сравнить, насколько они похожи с нашими землями. Да, действительно. Ну, их не притащили. Их притащили с Антарктиды, где лучше всего находить метеориты, потому что там много всего белого. Метеориты, как обычно, темные. И Антарктида, пустыни — это лучшие места, где находить вообще метеориты. Ну и некоторые из них, по-моему, сейчас известно около нескольких, больше сотни марсианских метеоритов. Конечно же, их изучали под электронным микроскопом, пилили на тонкие слои, просматривали все это внимательно в поисках марсиан и даже находили их. В 1997 году, обычно, когда там, я еще паблик веду по марсоходу, к юрису, марсоход называется, и туда периодически приходят всякие граждане, уверены, что все вокруг законспирировано, везде секрет, все уже давно нашли. И они говорят, если на Марсе что-нибудь найдут, вам же все равно не скажут. Мало этого, там сенсация, марсиане существуют, там миллионы людей сойдут с ума и все остальное. То есть, с чего-то вдруг кому-то кажется, что это будет именно так. Я говорю, ребята, уже просто президент США с порога Белого дома объявлял о том, что мы нашли марсиан. Это было в 1997 году, как раз когда марсианский метеорит распилили и обнаружили там структуры, напоминающие многоклеточных организмов, окаменевших. И действительно, там были такие обтекаемые фразы, это Билл Клинтон был в 1997 году, он сказал, что вот, если это станет правдой, это будет фундаментальным открытием. Но потом пришли российские ученые и сказали, а вы знаете, мы таких же марсиан добываем из лавы, из камчатских вулканов. Так что, ребята, это что-то не марсианское и вообще не живое. Это оказались кристаллы определенного минерала, такой керит называется, он органический, но не живой, никак не связанный с жизнью. Так что, тогда, когда что-то нашли вот в этих марсианских метеоритах, оказалось, наверное, все-таки не марсианами. Потом мне встречалось еще одно исследование, там тоже нашли что-то овальное, как будто очень похожее на клетку такую распиленную, ну это действительно спил был, разделенную, там прям чуть ли не клеточные поры были видны. Но я здесь тоже очень скептичен, потому что клетки, они по одной не находятся, это обычно какая-то культура. Ну давайте, если вы один камень распилили, не может быть, что там была одна такая окаменевшая, причем хорошо сохранившаяся клетка. Покажите десяток таких же, и тогда мы скажем, о, да, круто, это окаменевшие марсиане. Не показали. Исследование было, публикация была года два назад, с тех пор второго такого там они не нашли. Поэтому действительно смотрят, но в принципе, что Марс, что Венера, что Меркурий, что Земля, что Луна, они все формировались примерно в одном регионе Солнечной системы, условия формирования были у всех примерно одинаковые. И набор компонентов, который был, он тоже был примерно у всех одинаковый. Поэтому пока ничего не нашли, да, в общем-то, и не надеются найти что-то там необычное, чего нет на Земле. Мы, этот кусок Солнечной системы, мы в одной части Солнечной системы состоим примерно из одного и того же. Раз. Там еще потом туда отнесите микрофон, там тоже вопрос. Первым делом, спасибо, Бабе. Очень интересно было. Вопрос такой. Вот вы не последнюю роль сыграли в поиске нахождения этого модуля Марс 3. Какие есть еще объекты в нашей системе, которые было бы интересно и имело бы смысл найти, которые мы сами себе протеряли? Луну-9, Луну-11. Советские первые посадочные модули, которые сели на Луну. Сейчас вся Луна сфотографирована с детализацией полметра на пиксель. Чтобы рассмотреть 10-метровый модуль Аполлона, хватает. Даже чтобы рассмотреть 4-5-метровый луноход, хватает. А чтобы рассмотреть полутораметровую Луну-9, пока качества не хватает. Насколько я знаю, британские энтузиасты пытались нашей Луны найти, но так и не нашли. Качества съемки не хватает. То есть мы не отличим. Это три пикселя они будут занимать в этом месте. То есть примерное место посадки известно, но ничего определить не удалось. На Марсе еще не найден Марс 2. Но Марс 2, в отличие от Марса 1, точнее от Марса 3, Марс 3 мы знали, что он сел нормально, потому что он издал, хоть и не продолжительный, но все-таки радиосигнал. И мы точно знали, что вся программа посадки прошла успешно, иначе бы просто этого сигнала не было. И мы знали, как его искать, что ждать, по крайней мере, на поверхности. Марс 2 гарантированно размазал себя поверхность. Мы точно знаем, что он ушел под нерасчетным углом, и, скорее всего, никакая система посадки ему не помогла, и вряд ли бы она даже, наверное, сработала. Поэтому в лучшем случае, что мы можем там найти это, точнее, в худшем случае, что мы можем найти это кратер, а на Марсе вообще много кратеров, поди один от другого, отличи. Может быть, если бы там, например, парашют начал раскрываться, то где-то там какое-то пятно от него мы еще увидим. Но я так навскидку просматривал, там были отдельные ребята, которые вдохновились примером с Марса 3. Они взяли этот снимок с места посадки Марса 2. Тоже куча народу к этому привлекалась. Даже отдельный сайт написали под это. По-моему, там ищем Марс 2, как можно его найти в поиске. Но не нашли. То есть ничего, что там куча, там гигантское поле, заваленное камнями, щебнем, и отличить один камень от Марса, от размазавшегося Марса 2 практически невозможно. Вопрос открыл с Марсом 6, но, скорее всего, мы все-таки его нашли. Но там проблема с тем, что Марс 3 мы не только его нашли, мы нашли все детали, которые от него отваливались в процессе посадки. И мы сказали, поскольку вот они здесь все посчитаны, вот они не лежат, их размеры и габариты соответствуют тому, что были в чертежах. И, скорее всего, это он. Там так не получается. Там вроде бы вот что-то лежит, вроде не местное, но детализации тоже не хватает. Там детализация 30 сантиметров. То есть одна точка, один пиксель – это 30 сантиметров. И нет убедительных доказательств. Мы даже сейчас… Питерская команда нашлась, которая провела… Фактически мы сделали цифровой краш-тест Марса 6. То есть просто они смоделировали, как этот Марс 6 размазывается марсианскую поверхность, что от него должно остаться в результате столкновения. И мы сравниваем с тем, что видим мы реальное на поверхности Марса. Ну, по крайней мере, диаметр кратера у нас сошелся. Но мы отправили это в НАСА. НАСА сказали, ну, извините, мы в следующий раз достаточно качественно сможем снять это место только через год. Так что подождите. Я думаю, они нам снимут этот кадр, но их два уже есть. И более убедительно, мы не просто с этого спутника мы уже не увидим. А следующий с хорошей камерой, туда с еще лучшей камерой, чем та, что есть, полетит, ну, лет через 5-8, наверное. Так что остается только ждать, когда это станет ближе. Либо запустить свой марсоход туда. Есть у меня такие далекие планы, но нам сначала со спутником хотя бы на Луну разобраться. До марсохода как-нибудь потом доберемся. В общем, цели есть. Как я сказал, ближе всего, проще всего начать искать. Вот Луну. Луна-9, Луна-11. Их пока не нашли, так что работа для космических археологов будет. И последний вопрос. Там вот две руки было, давайте два вопроса. Ну давайте, только поменьше лекцию. Замечательная лекция, очень понравилась. Но тут в основном рассматривалась ближайшая перспектива, то есть 5-10 лет. Если смотреть глобально, то в принципе человечество обречено на экспансию в начале Солнечной системы. Ну не факт. Ну на планете мы все не поместимся, в конечном итоге. Ну мы знаем, как решать проблемы перенаселения земными способами. Так вопрос относительно идей, более глобальной перспективы развития. Ну идей-то много всяких. Физика не та. Космос у нас не тот нам достался, который сделал бы реальностью все книжки фантастические, которые мы читали в детстве. Скорость света очень медленная, быстрее мы пока вряд ли получим. Да даже и так скорость света нам недостижима. Там сейчас есть всякие идеи, типа с гигантским лазером и все остальное. Но пока все равно это настолько далекое. Мне вообще просто я не интересуюсь теми вещами, до которых я не смогу дожить. Поэтому говорить о том, что вот когда мы покорим галактику, ну наверное когда-нибудь покорим, если раньше друг друга не поубиваем. Но сейчас пока физика не та, техника не та, таблица Менделеева не та, чтобы все это стало близким и реальным. Единственное, на что сейчас можно еще как-то надеяться, что вот непонятные вещи, то есть темные места физики, которые пока неизвестны, там темная материя, темная энергия, когда разберутся с этим, может быть вот эта неизвестность, которая сейчас есть, может быть она нам даст некие возможности, которые мы сможем использовать для дальнейшей космической экспансии. Но эта надежда сравнимая с тем, что вот если мы там долетим до Марса, может быть там найдутся марсиане, которые дадут нам какую-нибудь вселенскую мудрость. То же самое там, ну может быть там прилетят какие-нибудь инопланетяне, нам то же самое отсыпят. Я на это не рассчитываю. Надо все-таки учиться жить в той вселенной, которая у нас есть, и исходить из тех возможностей, которые нам даны. А они в общем-то не такие радужные, как там ожидалось сто лет назад. Спасибо. Последний вопрос. Давно руку тянули, да, давайте последний раз. Ну я просто как раз, возможно, о том, до чего дожить можно, я знаю, что вы работаете в частной космической компании, расскажите, пожалуйста, про частный космос в России. Это вещь, ну как бы, есть ли перспектива какая-то, доживем ли мы до этого, ну как бы, и, ну вообще как обстоят дела, как бы вот. Ну, все гораздо менее радужно, чем в том же США, в тех же, и в общем, когда создавались космические компании в России, первые особенно, в том числе там Даурия, которая жива до сегодняшнего дня, что в общем-то уникально для первых возникших частных космических компаний в России, ожидания были, действительно ориентировались на США, о, как смотрите, как много у них получилось, давайте мы с чего-нибудь сделаем. Все оказалось гораздо сложнее. Сейчас все-таки вот Даурия, продолжаются попытки, собрали достаточно профессиональный коллектив, и ближайшая перспектива в этой компании не покорить там Марс или еще что-нибудь, а войти то, что называется в кооперацию, в российскую космическую кооперацию, то есть стать нормальным предприятием, разрабатывающим космическую технику, которых есть немало. То есть вот этот потолок на сегодняшний момент для частной компании стать не хуже государственных. Надеются и рассчитывают. Да, конечно, в частных компаниях могут использовать там инновационные методы, строить микроспутники вместо там многотонных, которые делали раньше, но в принципе то же самое сейчас разрабатывается и там в экспериментальном режиме и на государственных предприятиях. Здесь, мне кажется, вот тот путь для частной космической компании, который в России есть, не в том, чтобы пытаться конкурировать с государственными, и не в том, чтобы получить часть государственных бюджетных денег, а в том, чтобы, используя тот колоссальный, на самом деле, космический потенциал, который есть в России, в российской промышленности, в науке и технике, чтобы начать на нем, наконец, зарабатывать. Потому что вот эта проблема, она самая капитальная, потому что 20 миллиардов, выделяемых на НАСА в год, это столько на Роскосмос за 10 лет выделяется. И казалось, как много, может быть, их потратить на что-нибудь еще, но в то же самое время, за тот же самый год американские частные космические компании зарабатывают 100 миллиардов долларов. И тогда налоговые траты на 20 миллиардов, на науку, технику, все остальное, не кажутся такими серьезными расходами. Доходы же российских компаний на международном рынке значительно ниже, то есть на порядке ниже. Даже то лидерство по космическим пускам, которое недавно было у России, обеспечило в лучшем случае миллиард долларов в год в сравнении со 100 миллиардами, которые зарабатывают американские частники. И после этого понимаешь, что технологически мы от США, ну, может быть, в каких-то вещах, конечно, отстаем, но в целом возможности России в космосе сейчас не сильно отличаются от возможностей США в космосе. А по деньгам у них почему-то зарабатывать получается лучше. У нашего государства просто нет такой цели зарабатывать. У госпредприятий конкретная задача зарабатывать на госконтракте, работать на госконтракт. И у них нет цели зарабатывать вне этого. А у участников есть цель. И здесь как раз мне кажется, что вот это сотрудничество и то, что называется частно-государственным партнерством, то есть умение частников и стремление частников зарабатывать нужно сочетать с умением государственных предприятий летать в космос. Просто одни умеют одно, вторые умеют другое. Давайте как-то партнериться в этом плане и преуспевать вместе. Ну это больше мои мечты и некие такие теоретические выкладки, а на практике все совсем по-другому. Но мы пытаемся, я как-то пытаюсь там как популяризатор и компания как производит спутники. Вот недавно запустили спутники по госконтракту. В общем, мечта достигнута. А спутники хоп, они заработали. И все такие, ага, частная компания. Ну сейчас вас засудят, давайте посмотрим. Ну все будет немного не так, конечно. Все-таки компания приблизилась вот к этому уровню, когда к ней уже относятся не как к каким-то там однодневкам или выскочкам, а как к нормальному предприятию, которое может делать, с которым можно работать. Но это, в общем, для России уникальное явление. То есть больше таких компаний практически нет. Есть несколько стартапов тоже, которым дико повезло. Они сделали некую деталь какую-нибудь, которая неожиданно пригодилась в государственной большой конструкции. И они туда вошли, получили свой небольшой контракт и работают по своей работе. Это тоже большое везение. Большое количество российских частных космических компаний, которые создавали идеалисты, что вот мы там полетим на Луну и все остальное. Они либо прогорели, либо на грани банкротства. Поэтому все это сложно. Но опять-таки в США легче, конечно. Но там тоже десятки компаний прогорают. И просто у них больше попыток, поэтому некоторые там выстреливают, как SpaceX и ряд единичные другие примеры. А у нас меньше попыток и меньше примеров успеха. Но попытки не прекращаются, идеалисты не вымерли. И технологические возможности в стране сохраняются. Поэтому, я думаю, что-то мы вместе сделаем. Из желания летать и желания зарабатывать деньги в конечном счете, нужно что-то приходить к какому-то успеху. Но я надеюсь, придем. АПЛОДИСМЕНТЫ